Виталий Федорович, когда вы впервые увидели памятник? Какие у вас впечатления были? В бронзе уже? Ну, наверное, да, когда он уже был атлет. В прошлом воскресенье. То есть совсем недавно вы его? Да, совсем недавно. Мы его, в общем-то, и поставили, насколько я знаю, в прошлом воскресенье. Просто многое я видел в мастерской, с Натальей немного обсуждали. И огромное спасибо. Она работала прям над каждой деталью, над настроением. Очень много людей приходило, которые знали Федора. И практически каждый вносил какие-то свои замечания. Какая рука, какая нога, подбородок, спина. Поэтому я уже знал, что в памятниках получится хорошее следование. Рука к сердцу. Это вот откуда такой элемент? Я так понимаю, что сюжет такой, что Федор объясняет. Объясняет, рассказывает, делится опытом. И некоторое время как раз отрабатывали момент. Сергей Родионов помогал с ребятами, с футболистами. Как стоит футболист перед тем, как отдаст мяч. Он объясняет что-то, рассказывает. И потом отдает мяч и показывает. То есть это вот такая сцена, когда уже состоявшийся футболист, делится опытом. Мы сейчас на Троекоровском кладбище находимся. Здесь совсем рядом родина. Федор Федорович и ваша, насколько я понимаю. Да, Федор родился буквально вот за дорогой. Я не знаю, как сейчас остался ли этот пруд и речка Сепель. И там Федор родился. Меня тогда еще как бы не было. Но Федор родился вот здесь. И это, как сказать, знаменательный, удивительный момент. Потому что вся детство его здесь прошло с братьями. Тут все черенки, черенки все были здесь, жили здесь с большой семьей. В общем, все как бы здесь и было. Троекоровский лес, здесь ходили на физкультуру, на лыжах бегали. Там, дальше стадионы. Все как бы здесь происходило. Это удивительно, что Федор здесь и остался. Сюда вернулся. Вот Сергей Юрьевич Родионов сейчас говорил о том, что этот памятник ему ближе, нежели тот, который установлен возле стадиона. Какое у вас отношение к тому монументу, если особенно говорить, сравнивать его теперь с новым памятником? Ну, хочется быть объективным. Над этим памятником мы как бы душой трудились. Со скульптором все обсуждали. Кстати, скульптор, она его знала лично. Это тоже такой момент важный. Потому что она сразу понимала, что мы хотим, как мы хотели бы видеть Федора, в какое время, каким он тогда был. Ну, вот. Ну, все равно, мне кажется, конечно, этот памятник более реалистичный, чем тот. Ну, как сказать, любой памятник приятен, когда сделан для Федора, для брата, для футболистов и болельщиков. Но это, мне кажется, больше передает его характер, его, наверное, вообще суть. Особенно для тех, кто знал, мне кажется, все уловили, что он похож на мелочах. А, наверное, почему так долго не удалось поставить памятник, в общем-то, пять лет? Изначально вы имеете в виду, когда вот задумывалось, ну, мне кажется, все, что такие сложности есть в жизни, они здесь тоже проявились. Потому что люди, некоторые дрались за это, и спонсоры, и скульпторы, и возникали какие-то человеческие времени. Такие сложились и все проблемы. Вот. И очень хорошо, что, и удивительно, что вот когда Наталья Беок взялась за работу, эта работа шла, мне кажется, очень быстро. Она продетела. После каждой встречи добавлялись какие-то детали, и все это, и, как вы видите, даже, может быть, где-то неожиданно памятник раньше сроков стоит, и тот, который нравится всем, вот это здорово. А то, что было, ну, слава богу, прошло. А на нары, да? На нары. Не хочется касаться этого, знаете, как-то это в прошлом осталось. Сейчас прекрасный памятник, все болельщики, друзья, родственники могут прийти вот на ближайший день рождения. Так что плохому думать не хочется. Это все хорошо. Вот это, какая, на ваш взгляд, главная черта, главный жест в этом памятнике, который вам по душе? В этом памятнике? Ну, я думаю, на желании Федора общаться. Все-таки он человек, который... Сколько я его помню, вокруг него всегда друзья. Он всегда общается, он слушает других, слышит длинных. Здесь, вот, потом, в футболе, он тоже общается с единомышленниками, делится с чем-то. Я думаю, основная черта как раз от общения. И не футбол у него был, не на результат, а на красивую игру. Мне кажется, поэтому его любили. И из других клубов любили посмотреть, как он играл. Потому что он жил в этом футболе, футбол для него все. Вы же наверняка как-то садитесь за футболом? Нет. Вообще не хватает? У меня как-то получилось так с тех пор, когда появились сложности у Федора. У меня чисто психологически с футболом немножко изменилось отношение, потому что мне больше даже интересно смотреть, встречаться с ветеранами, которые закончили, потому что ребята, которые сейчас на пике, мне немножко их жалко. Потому что это отнимает здоровье. Это самое счастливое их время. И они лишены практически реальной жизни. А после футбола начнется реальная жизнь. И она несколькая другая. Мне очень приятно, когда я встречаю друзей у Федора, по округе. И у них все хорошо. Я очень рад. Потому что это действительно сложно потом влиться в стандартную, обычную жизнь после такого взлета. Потому что и Федор говорил, представляем, стадион на раконаве и встают, и все кричат. И, говорит, это очень тяжело передаваемые ощущения. Поэтому, не знаю. Есть ли фраза брата, которую вы часто вспоминаете, и которая, возможно, на ваш взгляд, была бы девизом всей его жизни, которую стоило нанести на память? Ну, не знаю. Мне кажется, он никогда не давал обещаний никаких, когда говорят, там, ты сделаешь. Он, допустим, даже знал, сделай. Он не всегда говорил, сейчас начнем, посмотрим. То есть, он рвался в дело, чего бы это ни было. Это было футбол или еще что-то. Он был настроен, уже видно под глазом, что знал, как все что сделать. Вот. Но он никогда не давал обещаний. И я знал, что он выложится, не будет обещать ничего. Он выложится на все сто. Причем, когда все будут отдыхать, он будет прокручивать все это у себя в памяти опять. Все это работа над ошибками, или там, работа над неудачами делать. И обязательно, скажем так, обновленный станет обновленный. То есть, к этому что-то... Он постоянно чему-то учился. Это было... А девиз... Сложно сказать. Не любил он громких слов. Я вот... Громко. Они... Слова его были ценны, потому что они все от души. Просто так ничего не говорили. Как бы... Лишь бы сказать. Но какой-то такой девиз... Я не сказал. С Богом он... В последнее время особо... Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.